Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Vikings Bounty 2 за искусность анархии. В прошлой серии мы добрались до Дюпона, до второго боя с ним, но у него оказалась смертоносная армия. И нам пока с ним связываться рановато. У нас есть еще бои, намного-намного проще, которые мы отыграем, получим опыт, прокачаемся немного, может быть найдем каких-то предметов интересных, да тут он вообще слабый противник, я в шоке. Давайте будем бить, это по одному из заданий на открывшихся нам в прошлой серии новых территориях, тут с нами еще Руцари Смерти нам помогать будут. Давайте посмотрим, опустошенные, это простые зомбаки, скучные, и в целом стоят так довольно хорошо, тут стрелки, Химера сюда пойдет прекрасно, самая главная проблема это вот эти гончие для нас, потому что у них есть казнь, если они кого-то убьют, то это будет неприятно, не проблематично, но неприятно. Провокацию мы, наверное, даже использовать не будем, мы просто тут встанем, и по нам никто даже стрелять не сможет. Возможно, возможно, давайте вот так бафнемся, все дружно. Ну и для начала, конечно же, мы вызовем Химеру. Самое популярное у нас заклинание нынче. Химера, по идее, третья ходит, да, отлично. Пока ждем всеми нашими отрядами, мы никуда не спешим, ну, разве что, разве что, да, можно наложить какую-то гадость, наверное, на собак. От этих урона побольше, конечно, немного выходит. Давайте, наверное, на собак мы гадость все-таки наложим, и... Продамажим вот этих. Собакам достанется немного, и вот этим... Крит по всем прошел, я в шоке. Так, Химерка наша прыгает сюда. Может, повезет в следующем ее ходу двоих продамажить даже как-то. Будет хорошо. А, провокацию они используют, отлично. Это нам вполне на руку. Можем теперь идти в атаку. Да, прям мчимся в атаку. Сколько их там, кстати? Пятеро? Пятеро. Нормально, нормально. Я провокацию не буду использовать, да. Все бегут как могут. А наемники наши, по идее... Может, не дойдут, кстати, да. Не хватит, наверное, дальности. О, они, может, до этих дойдут. Или с ними там и так справятся без нас. Ха. Да не, идем сюда, чтобы в следующем ходу тут начинать уже разваливать вот этих вот ребят. Я думаю, нам даже бафы никакие не понадобятся, ничего. Просто вламываем, да и все. Я бы не отказался, может быть, от бафа на скорость, конечно. Но это такое, мелочи. Долбанем нашу химеру мы, наверное. Не, повезло, повезло. По химере. Не прокнуло дело. Хм. Наверное, это я так и продамажу. Чтобы одного гиганта убить, да и все. И пойдет. А, и можем, в принципе, переместиться сюда. Получим там 100 урона каких-то, но это не проблема. А, иди сюда. Столько же урона Крик наносит. В принципе, у нас есть шанс добить их. Давайте попробуем. Нет, не добили. Если б добили, прокнула бы еще одна атака. Ну и ладно. Кажется, те рыцари смерти проигрывают. Давайте, наверное, добьем вот этих. Эти уже ничего совсем не сделают. Ну мы сейчас магом добьем просто его, да и все. О, не, не добьем. Ну вот так добьем, да и все. Простенький быстренький бой. И мы завершили задание. 90 маны получили. Угу. И получили одного рыцаря смерти. Одного. Что-то я его в инвентаре решил поискать. Как-то грустно. Так. Может быть, теперь мы нанимать сможем здесь на кладбоне. Но вы в моей власти. Те, кто посмел обидеть Джулиана, понесут примерное наказание. Я изгоняю их из своей свиты. Нимих, распорядитель нашего кладбища, всегда к вашим услугам. Как и мы сами, храброе сердце. А если ваш обидчик вернется, что тогда? О, пусть приходит. Я подготовила для него посмертный дар. Ни одно проклятие живых не сравнится с этим даром. Его погибель страшна. Но не страшнее, чем гнев моей Розалин. Корона афилии, филии. О, можно бесконечно нанимать теперь их. А ну-ка. О, отлично. Все. Теперь, в принципе, казнь не так уже страшна. Все наши отряды, кроме адептов тьмы, мы можем нанимать бесконечно. Не переживать, что вдруг закончится, да, и все. Только вот адепты у нас пока конечны. Хорошо, что там за корону мы получили? Давайте посмотрим. Урон плюс 10% холодом именно, да, урон. Инициатива увеличивается на 2. Афилия. Афилия, наверное, я даже не знаю. Ну, корона в любом случае лучше, чем наша. Мне кажется, да. Вот эта защита туда-сюда. Ну, как бы. Ой. Покрутить мы ее не можем. Покрутить мы ее тут можем. Ну, окей, окей. Так. У нас тут еще был бой. Довольно скромный. У Агнесы можно заклинание было купить. Пошли. Вот сюда, короче, вниз. Подеремся еще там. Дойдем до... Испытания. Испытания, наверное, проведем тоже. И как раз этот угол карты мы, по идее, зачистим. Бой, по-моему, здесь был скромным. Немного слабее у нас противник. У него провокация. У него вот эти, конечно, тоже. Две атаки. Кстати, что там у них по инициативе? 6-3. Наши ходят первыми. Ладно, давайте попробуем. Наши наемники будут первыми ходить. А дальше вот эти двое. Они вдалеке еще стоят. Ну, конечно, да. Мы отхватим от их вот этой атаки. И от этого мы никак. Разве что оковы магии на них наложить. Интересно, по кому они будут вламывать тоже. А какого, кстати, они уровня? Третьего. Кстати, наше чудо-комбо. Провокация рыцарей смерти и страха на всех. Здесь, по идее, отлично сработает. У них тоже будет провокация на рыцарей смерти. Но мы ее в следующем ходу снимем. И сможем, наверное, быстренько ушатать этого рыцаря. Давайте как-то вот так. Поэтому мы первым делом... Сейчас, правда, тоже, если может не повезти, если не хватит инициативы... Для того, чтобы рыцари смерти ходили первыми. Хватит как раз, отлично. И страх используем. Длани смерти на всех. О! А вы что, не боитесь, типа? Что, нанежить страх разве не... Я что-то не понял. Подожди, подожди. Как-как так? Да, иммунитет к страху? А разве на нас страх не работал? На нашу всю вот эту нежить. Хм. Но, в любом случае, это не даст им... Вломить нам... Ударом в спину. На ближайшие пару ходов, да. И теперь можем... Врываться до атаковать... Рыцарей смерти первым делом. Наверное, вот сюда подойдем. Чтобы упыри смогли ударить тоже. Критуем. Метку тьмы я бы, может, на призраков повесил. Или давайте на этих повесим, на убийц. И, по идее... Приговор, да, на него тоже подействует. Отлично. Троих убийц мы убили. Что, используем сразу провокацию? Не прокнул дополнительный ход, к сожалению. И призраком мы, наверное, летим сразу, чтобы в следующем ходу побыстрее с этими вот убийцами оказаться. Не добили, блин. Чуть-чуточку не хватило им. О! О, молодцы! Давайте кучей становитесь. Да поплотнее. Да, поплотнее. О, о, да, да. Вот хорошо стоят. Хорошо. Мне нравится. Так. А, тут, кстати, призраков куча целая. Тут поменьше было. Колдануть колдунств каких-то. Эти долетают до рыцарей смерти в следующем ходу. Эти не долетают. Сколько у них, кстати, урона? Мало? Как-то. Для такого количества что-то совсем мало. Ладно, давайте мы сейчас слабость на вот этих вот наложим. Точнее, это я беззащитность на них наложил, правильно? Я как раз хотел и слабость, и беззащитность. Нет, слабость. Значит, беззащитность. Вот. Давайте вот так еще. Так. Добиваем вот этого. Может быть, повезет и... А, они не долетят, потому что, да, ответочку-то они схватят. И уже будет хорошо. Тут приговор прям шикарно зайдет. По всем троим. Можно было бы туда еще какой-нибудь метеор зарядить. Ну, вроде и так неплохо. Вроде бы и так неплохо. Дополнительный ход так и не прокнул. Ай-яй-яй. О, можно было бафнуть кого-то, кстати, да? Как-то я не подумал. Вообще, хочу, наверное, телепортироваться сюда, от этого призрака. И крикнуть здесь можно сразу по двоим. Это как гораздо интереснее, чем просто атаковать призрака. Что там у нас? Упыри ходят, упыри, ага. Давайте бьем упырей. Вообще, можно было, наверное, не бить призраков, потому что они сейчас, да, ответ... Ну, ответочкой... Ну, короче, они смогли атаковать. Да-да-да, согласен, согласен. Но не страшно. Одного потеряли, упыря, не проблема. Баффнем его теперь. Бьем потихонечку. Кони не ходят. Эти тоже никуда дойти не могут. И тут тоже что-то не судьба. Ну и ладно. Один упырь потерялся случайно в этом бою. Нехило так маны получили. Так, нету клавишу, я зажимаю. Лечим, хорошо. Так. И тут у нас вон кто-то стоит. Ага. Он просто тут стоит. Давайте будем теперь осматриваться здесь. Типа я тут уже был? Или здесь просто пусто? Наверное, радиус боя был немного дальше. Я здесь осмотрелся, да. Может быть. Все. Давайте. КОНЕЦ. и мы к испытанию пришли там еще куда-то пройти можно там вроде дорога дальше идет интересно сейчас венер побегаю немного осмотрюсь потом к этому правиться предсказателю прорицателем как его там зовут вернемся застрял немного какая-то интересная тропинка такая сапоги черной графини у нас как раз да вот этот вот костюм черной графини сапоги мне мои сапоги чуть больше нравится как бы не то чтобы там разница прям очень много так тут мы а вот там сундук мы еще где-то пропустили возле самого испытания испытаний у нас еще довольно много наверняка ждут нас какие-то сложные неприятные испытания еще впереди так как нам туда пройти так вот в обход 70 тысяч у нас уже есть золотишко собирается не на шутку в мага факторе ничего не вышло к чему все это к тому что ты пройдешь испытание твое испытание оно сделает тебя тем кто остановит пустоту не договаривать это что кредо прорицателей холрик великий маг прошлого защищал руанский берег от прорвавшихся тварей из-за границы нашего мира тогда битва была выиграна победа холрика поможет нам и теперь где-то сзади открылась это самое непонятно было постоянного магами играем какое-то такое ощущение у меня складывается мне нравится конечно хочется для разнообразия за воина поиграть противник немного сильнее мы тут в окружении прям сразу рядом с гигантами интересно двигаем кому наверное я даже не знаю не могут провокацию не использовать они они последними ходят эти мастера битвы в принципе можно будет огненных элементарий прям сразу к лучникам подвести и стрелять по мечам или метеор на этих бросить как вариант да я думаю хорошим планом будет забить на гигантов и идти куда-то сюда вполне по моему логичный очевидный подход давайте посмотрим что у нас по заклинаниям есть сопротивление немного урона от огненного луча второго ускорение на один отряд каменная кожа тоже на один отряд а что ж такое-то как-то все не прокачено и 35 маны всего вообще не густо конечно каменный еж конечно неплохой на вот этих на гигантов навесить пока пока мы со всеми остальными тут разберемся или может быть наоборот на вот этих стоило бы давайте попробуем сначала таким вот образом у нас одно заклинание там могу нас два заклинания вау за два заклинания заход но но маг какой-то вообще ни о чем а ну-ка ускорение нам поможет не очень по моему ну 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 Мы кольцо, получается, можем на вот этих кинуть И оно их тоже заморозит До единички скорость передвижения Уберет им, чтобы они тоже не так быстро к нам пришли Ну давайте пока, сейчас будем думать Отводим пока войска сюда наши А, лучники, зараза Первыми ходили Ага Не получилось подвести к лучникам Это плохо Наверное, метеор бы туда кинул Но раз метеор, тогда надо на этих все-таки накладывать Ежа сразу Чтобы они ни провокацию не сделали, ни с места не сдвинулись Ну тут в принципе неплохой выстрел выходит Видите, пока тоже отходят потихонечку Их надо как-то сюда вывести Стоп Не могут применять умения от ежа Камон Я не понял Странная фигня Чтобы им жизнь малиной не казалась Может быть, типа Применять умение это как раз вот стрелять Давайте этим тоже ежа Сколько у нас там маны? Насколько ежа еще? А, все, мана закончилась Больше никаких ежей Это у нас Тоже мастер битвы Не будем подходить этим к лучникам Ну и можно было и подойти, видимо, да Вот это печально Ну ладно, я, наверное А, стоп Надо было стрелять Я, да Черт Ну ладно, пропускаем так доход Я думал, что мы Сможем отойти И бафнуть Критом И эти уже побежали Со всего разгона Ну, мы от них убегаем Тоже Эти хорошо будут к нам бежать долго Одного только убили Так Надо, наверное, атаковать И подойти сюда Все-таки Здесь мы тоже атакуем И подходим сюда И тут мы тоже атакуем Пойдет На этих можно будет двоих Еще метеор бросить Сейчас, по-моему, уже В этом ходу даже Они там хорошо идут себя Или уже нехорошо Нет, хорошо идут Как раз Друг-друг-друг С другом рядышком И эти тоже давайте Да, да, да Прекрасно Бросаем на них метеор И, наверное На вот этих Крит наложить можно И они теперь стреляют И отходят к лучнику Поэтому По идее Еще метеор Можно будет один раз Зарядить До того, как они придут к нам Пока сюда отойдем Пусть Не, наверное Не пойду В атаку Не пойду Хорошо От лучников Мы избавились И теперь атакуем Потихонечку Вот этих Вообще Мы можем Атаковать И отходить Себе дальше Всеми нашими Отрядами Без проблем Что-то Полосы Атаки Не было Я Как будто бы Не мог Таки атаковать Так Отходим Ну Далеко Мы не ушли Да Глушение Одного Голема Мы потеряли Сейчас Атакуем Да Чтоб Одного Уже Добить Эти Эти тоже Наподходим Горят они Неплохо Вроде И в следующем Ходу Можно будет Метеор Еще тоже Зарядить По этим Ребятам Отлично Поэтому Мы все Так же Потихонечку Отходим По чуть-чуть Можно Даже И они Дойдут Сейчас Да Хватит Им До Дальности Может быть Эти Не дойдут Конечно О Один Сгорел Ну что Бросаем Метеор На всех Вместе С нашими Жалко Как-то Пожалуй Тогда В обороне Будем Стоять Наверное А Нам Метеор Урона Не нанесет У нас Сопротивление Огню Иммунитет Горение Да Я думаю Можно Прямо Так Бросать 22 Урона Всего Получили И Крит На Этих Опять Ну Крит Тут Не поможет Надо Позицию Менять Для Атаки Не Атаковать Смысла Нет Ну Короче Супер Простой Бой Что мы Там Получили Крит И Даже Без Каких Либо Штраф Я Прям В Недоумении Как Так Очередной Сет Максимилиана Да И Без Какого То Побочного Вредоносного Эффекта Такой Можно И Одеть Наверное Слушайте Я Правда Это Кинжал Какой-то А Это Сюда Одевается Что У нас Там Было Мне Даже Нравится Что Предметы Которые Мы Снимаем Вниз Падают Лимит Маны 23% Шанскрита У нас Выходит Ой Если Если Это Проценты Ну Так Это Что Приятно Критовать Это Лучше Чем 3 А Здесь Маны Нам В боях Хватает С головой Во всяком Случае Пока Что Силы Магии 6 Единиц Ни туда Ни сюда По большому Счету Тайного Знания Десятка Тоже Нам Не Особо Поможет Наверное Оставлю Вот так С Критом Так Хорошо Тут Мы Территорию Тоже Зачистили Теперь Вот Эта Вот Часть Осталась И Этот Островок Еще Пошли Туда Точнее Поскакали Давайте Кстати Посмотрим Что У нас Тут А то Мы Пробегали Все Время Мимо Этого От Имени Его Сиятельства Агюста Монтье Кулоги Подробности Мы Страшно Измотались Во время Пути Разбойники Повсюду Кровавая Сэдди Грабит Нашего Брата Тащи Нам Доброго Вина И Печеного Поросенка И Сообщи Монтье Что Прибыли Из Порт Олегран Милостивые Господа Я не Камердинер А личный Помощник Его Сиятельства Разумеется Мы Обеспечим Вас Всем Необходимым И Даже Сверх Того Если Вы Понимаете О чем Я Но К сожалению Его Сиятельства Пока В столице Неотложные Государственные Дела Вы Куда То Спешите Я Да Поговорить Ни с кем Из них Тут Нельзя Вроде Нельзя В этот Замок Мы Наверное Еще Вернемся Я Так Понимаю У У нас С той Стороны Еще Кто-то Стоял Какой-то Подозрительный Тип Наверное Тоже Квестовый Но Но Не Сейчас Так Тут Вроде Обойти Нельзя Там У нас Битва Тут У нас Как раз С ангелами Битва Да Ну Идем Пока По этой Дороге Или Давайте Завернем Сразу На Остров Сюда Глянем Там Вроде Никого Алтарь Вижу Этот Алтарь По-моему Опыт Нам Дает Соточку Получили Катька Не Застревай Не Надо Так Что Тут Ничего Пока Нет О, ещё пару сундуков где-то я пропустил Наверно за стеной вот здесь, ага, заначка Где-то с той стороны, наверное Пошли, да, по дороге, наверное, туда пройдёмся Наверно тоже какое-то место, куда мы потом, может, как-то по квесту вернёмся Мой драгоценный принц Мы остаёмся лагерем под Флостером Откуда даже видна Марцелла Радуясь только тому, что мы стоим прямо на дороге, ведущей в город И тому, что батюшка часто посылает меня с поручениями Сегодня я договорилась о покупке рыбы у рыбака по имени Карп Он такой странный Завтра, может быть, отправлюсь к замку Каденс Поближе к вам Я встану на причал закрытой переправы рядом с замком через Руанское озеро И буду смотреть на кведук, что подаёт воду вашему высочеству Я буду ждать, когда вы проедете мимо, направляясь во Флостер, Мерсию или Лориан Буду ждать вашего взгляда, взмаха руки Или, если мне повезёт, доброго слова Навсегда ваше Фолле Так, там где-то всё-таки сундук ещё есть Наверное, в кустах всё-таки спрятался, зараза Сверху Ага, вот он Мешок с золотом Ну, без золота, ладно А нет, с золотом И драгоценными камнями Так, и тут у нас где-то товарищ есть, который хочет нам задание дать Рядом на дороге С каким-то странным именем Сабле Сабле, я не знаю Что это такое Сколько раз повторять У меня бумаги от магистрата Жермена С каких это пор магистрат важнее королевского указа А с тех пор, как вы тут кроме песка начали ценные камни добывать Нам земля дарована королём Не верю Столько шума от вас О чём спор? Торгашам из гильдии не по нраву, что мы здесь кристаллы для башни магов добывать стали Выжить нас хотят Что ты несёшь, язык у логи? Не слушайте эту безумную Мы всего лишь заявляем законные права на разработку залежей Законные права? И кому тут верить? Мы тут добывали песок И нашли залежи кристаллического кварца Камни ничуть не хуже ригернских Наши руанские, представляете? В башне магов нами заинтересовались Хотят камни наши покупать Секвестор уже пообещал прислать послушников А тут эти Сколько раз повторять Поставлять сырьё для манокристаллов может лишь торговая гильдия Флостера У нас есть исключительные права, Сабле Если бы курьер от магистрата не задержался Я бы уже предъявил вам все нужные бумаги Бумаги? Ха! Нам эту землю даровал король Да, для добычи песка А то, что мы камни нашли и в башню их продаём Это наше с магами дело А курьер твой пропал на тракте, небось? Там разбойников сейчас знаешь сколько? Ищи его, свищи Найти письмо Оу! Тут бой новый появился Прикольно Я не против вообще Посмотрим, как они тут добывают Чё? Может мы чё-то добудем? Что, нет ничего? Где-то что-то есть Где-то что-то можно добыть Вот Ну уже хорошо Идём, наверное, в эту сторону тоже Пройдёмся, посмотрим Что там С этими ребятами поговорить мы не могли Там мы, по-моему, собирали как раз Кристалл Души Или что-то там для призрака О, я вижу там кусок Кусок? Мешок Мешок золота А вот этих ребят я, по-моему, не видел Может с ними можем потолковать О, богатенький идёт Да? Нет? Какие-то всемолчаливые такие Заняты своими делами Все тут Хорошо В принципе, всю дорогу прошли. О, тут колдунства какие-то на стенах записаны. Сейчас почитаем. Последний камень, уложенный в основании библиотеки, и станет первым камнем в магическом могуществе фортенов. В год 90-е эпохи процветания фортены будут славны не только воинским искусством Ингвара, но и мудростью. Что мне с того? В году 200-м эпохи процветания замок, наверное, вот с цифрками, тут загадка какая-то, да? Назначена резиденция графа Флостерских. Покои северной башни укреплены защитными заклинаниями, да остережется незваный гость. Здесь, где Великая река становится озером волей Максимуса Великого, дарован сей земельный надел Ингвару форту, но выходцу из далеких северных земель за проявленную в бою с некромантами герцогов ригернских без примерную храбрость, да вступит он во владение в году 20-м эпохи процветания. 20-290 было у нас, да, написано? Ну, а что нам это дает? Где что надо сделать? Ничего? Пока непонятно. Или это просто так? Информация. Лорная. Год 130-й. Это рукоположение Максимуса. Знаменован союзом с эльфами. В честь всего события в главном дворе укоренен малый саженец мерселианского древа. Это это дерево просто, да? Закат фортенов близок. Защитные заклинания северной башни были подточены корнями марселианского древа. Из библиотеки вырвались заключенные в многочисленных трактатах магические силы. Замок фортенов разрушен и более непригоден для проживания. Я последний их великий из... Последний их... Из, наверное, великих наследников Инговора в году 300-м от коронации Максимуса покидаю мои владения. Нет, наверное, никакой загадки тут и нет пока что, во всяком случае. Но тут место такое, как будто бы мы сюда еще вернемся. Ладно. Пошли теперь посмотрим на этот новый бой с бандитами. Нам до уровня... Ой, до уровня еще далеко. Правильно, мы же... Да, это еще... Старый уровень. Не новый. Так. Кто тут у нас? Ведь этот мужик стоит. Да, возле боя какого-то очередного. Тролли. Противник немного слабее. Блин, да что ж такое? А качать нам некого. Шесть. Семь. Мы первыми ходим. Четвертый. Вожаки троллей. Четвертый. 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 Что-то мне хочется поднять инициативу, опять же, всем нам. Удобно, что мы первыми ходим. Для начала мы вызовем Химеру. По идее, она должна долететь будет до лучников. А теперь поднимаем всем инициативу. Наверное, с этой стороны атакую. Тролли, по идее, не дойдут. А упыри тут сзади смогут дойти еще. Что хорошо. Давайте крит на вот этих вот повесим. И долбанем заклинанием по вот тому дальнему отряду. И мы как раз... Да, одного убиваем. Уже хорошо. Наверное, просто летим и атакуем. Хотя можно было вообще не париться и атаковать вот этих вот. Бомбой сюда запрыгнуть, по двоим сразу продамажить. Все равно мы провокацию будем использовать. Поэтому... Все, и стоим. А, можно было сюда пройти, по-моему. Лечу пока сюда вперед. Может быть, потом призраками здесь крикнем на... На двоих, на этих. Тут добиваем разбойников. Наверное, да. Вот по этим долбаниям сразу. Чтобы от них избавиться. Побыстрее. Пятнами ходят. Наверное, да. Атакую. Тоже вариант интересный, конечно. Тут неизвестно, по кому попадет. Может не повезти и по нашим долбанет. Поэтому, наверное, я дамагаю... Вот так вот пушников сразу. Наверное, магические оковы на них повешем. Сюда бы прыгнуть интересно было бы. Да, давайте. Я думал, может быть, призраков сюда. Но призраков страшно. Призраками я, может быть, по этим ударю. Бахнуем стрелков наших. Одного таки добили. Надо было полечить, конечно. Не пожалеет. Ну ладно. Не проблема. Так. И... Наверное, крикнем здесь. Вот непонятно, кто только что кританул. Химера или они по Химере. Я, наверное, пока пропускаю ходы. Пусть Химера танчит. И мы пока просто расстреливаем вот этот вот отряд. Вот это хорошо. Одну лошадку потеряли. Да, если бы я не зажучил лечение, можно было бы ее и не терять. Угу. Маны мы, конечно, мало за этот бой получили. Ну ничего. Так. И... Разбойники тут что-то сныкали. Уважаемый Гару, в ответ на ваш запрос сообщаю, что в королевской дарственной выданной артели Сабле упомянута лишь разработка песка. Согласно же отчету Башни Магов, которую вы любезно предоставили, Руанский кварц является ничем иным, как сырьем для производства манокристаллов. В связи с чем, как магистрат Флостера и верховный представитель Короны в Средней Руане подтверждают, что добыча и продажа сырья для манокристаллов на территории королевской земли является исключительным правом торговой гильдии Флостера. Права гильдии позволяют вам претендовать на контроль добыча новооткрытого руанского кварца в полном объеме. Отчет Башни Магов возвращаю. Магистр Жермен. Подтверждение. И мы можем принять сторону Сабле. Пошли. Сдаем. Они уже куда-то вниз туда спустились, походу. Да. Вы все пропустили. Саблета наша едва не выбила глаз этому торгашу, Гару. Уж и не знаю, как ему смелости хватило в артели остаться. Стоят теперь друг напротив друга. А где они? Я нашла кое-что важное. Да вон они там, у воды. Гару пошел глаз подбитый смочить, а Сабле за ним пошла. Ну и началось снова. Странная история. Саблет, конечно, права. Мы эти кристаллы нашли, нам их и продавать. Но вдруг этот Гару прав. Тогда мы что ж, закон нарушаем, что ли? Даже интересно, как мы сейчас встанем на сторону Сабле. Там и стой, Гару. Не смей приближаться. Так стой или уходи. Нам... Вот бумаги, которые так ждал Гару. Уничтожь их, если хочешь продолжить разработки. Я знала, что вы добрый человек. Другой спасал бы перед громкими словами Гару. А вы поступили по-человечески. Отблагодарить бы вас. Возьмите вот кое-что из запасов. Уверена? Дальше вы как-нибудь справитесь. Интригующе она так сказала. Это вот отблагодарить бы вас. Сила магии и тайное знание. Увеличивает на 20% урон периодических эффектов. Окей. Это вместо... Семечка дуба. Мне нравится семечка дуба. 10 здоровья дает нашим войскам. Ну, тут дядька что-то колдунство колдует какие-то. И тут что-то... А, это типа маги сюда уже пришли, да? И сразу такие... Но свойства магического... Интересно. Так, ну, так-то мы здесь вроде все уже закрыли. Вот в этой части. Следующее испытание, кстати, где у нас? Вот здесь. То есть, у нас следующий бой с вот этими ангелами намечается. Пойдем посмотрим на них. В этой серии мы уже не успеем с ними справиться, я думаю. Но в следующий, наверное, надо будет пробовать. Потому что у нас уже тут выбора немного. Три боя опять у нас осталось. На выбор. Один из них бой с Дюпоном. Другой бой с Безумными Берсерками. И вот этот вот... Тут, кстати... Ничего интересного нет. А то я вроде как-то так пробежал и... И мимо пробежал, в общем. Мы можем, по идее, да, пройти... Вот сюда мы, по-моему, еще не заходили. Мы до сюда дошли только где-то. Давайте тут еще осмотримся. Вниз сюда. Не знаю, спускались, не спускались. Но там вроде ничего нет. О-о-о! Очень сильный противник нас ждет. Ангелы, ангелы. Но у нас хотя бы первый ход. Хотя бы без героя, да? Потому что там... Короче, две из трех битвы у нас с героями. Это будет все-таки бой, наверное, проще из тех, которые нам доступны сейчас. Поэтому, да. В следующей серии будем разбираться с ангелами. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok